Друзья, всем привет! Меня зовут Максим и сегодня будем с вами говорить о вот таком переходнике от компании Satechi. Поехали! Итак, что мы имеем? Переходник сделан из матового алюминия и, на мой взгляд, именно вот этот форм-фактор и этот переходник позволяет ему иметь максимальное количество портов. Что здесь есть? Здесь есть HDMI, способный выводить картинку 4K до 30 Гц, три классических USB 3.0, а есть USB Type-C 3.1. Он имеет сквозной формат, соответственно, через него можно либо заряжать гаджет, либо мы можем сюда переключать какую-то дополнительную периферию. Есть разъем Ethernet гигабитный и есть два слота под SD-карты, соответственно, SD и microSD. Почему сейчас этот переходник актуален как никогда? Дело в том, что к концу 2018 года появилось очень много устройств с поддержкой Type-C. Как минимум все компьютеры Apple полностью перешли на этот формат в том или ином виде. Windows-производители тоже подтянулись и практически во всех ноутбуках, либо станциональных ПК 2018 года присутствует тоже разъем Type-C. И, соответственно, вот такой переходник-хаб тоже туда не помешает. Ну и, конечно же, iPad Pro обзавелся разъемом USB Type-C. Соответственно, вы сможете подключить туда этот переходник, а к нему уже подключить всю необходимую периферию. Ну, конечно, в рамках того, что позволяет iOS. На самом деле, даже вот переходников в таком форм-факторе сейчас на рынке много. И китайцы подтянулись, и различные производители делают вот именно такой переходник. Он выглядит точно так же, просто здесь будет логотип другой компании. Но, но, соответственно, сделали этот переходник раньше всех, и можно сказать, что это в некоторой степени оригинальный переходник. Да, он стоит чуть дороже аналогов, но и качество вы получаете более хорошее. Ничего не юфтит, не скрипит. Я пользуюсь же этим переходником в год. Нареканий каких-то особо у меня нет. Единственное, единственное, что вас может немного насторожить, это его нагрев. Когда вы просто вот так подключаете переходник в компьютеру, ничего не происходит, он немножко теплый. Но, как только вы начинаете подключать сюда какую-то периферию, например, 4К-монитор, даже не 4К, а просто выводите любую картинку через HDMI, передаете файлы по USB, либо SD-хом, либо, если вы подключаете сюда Ethernet, все, он начинает нереально нагреваться. Он просто очень горячий. Не стоит вот так класть на него руку, потому что можно реально обжечься за счет того, что корпус алюминиевый, он очень хорошо впитывает в себя тепло. Поверьте мне, вот так на него лучше руку не класть. Также у ребят из C-Tеч есть много разных переходников, любые форм-факторы, любые разъемы, но я считаю, что вот этот самый оптимальный по соотношению цена и количеству портов, которые он предоставляет. Я вам оставлю ссылку на их официальный сайт в описании, чтобы вы могли посмотреть, может быть, какой-то переходник подобрать себе, не обязательно в таком форм-факторе. Также мне очень интересно, может быть, вы знаете переходники какие-то лучше, где больше портов или какой-то более интересный формат. Напишите об этом в комментариях, я обязательно прочитаю. Но не забудьте поставить лайк этому видео, конечно же, если оно вам понравилось. Подписывайтесь на этот канал, впереди много интересного. А для этого не забудьте нажать на колокольчик, чтобы ничего не пропустить. Всем пока!